Следы, к счастью, все, что осталось от встречи человека с медведем. В этот раз Косолапый не постеснялся при свете дня показаться жителям Угловского района. Я просто посмотрел, что он не бешеный, внешний вид был нормальный. На территорию Угловского района по полям и в лесу ходит медведь. Откуда пришел, вроде как предположительно, со стороны Казахстана. С чем это связано? Думаю, что, наверное, из-за того, что горит тайга, животным куда-то надо бежать в поисках пищи и просто спастись. Медведи замечали еще в мае. Недавно произошел еще один выход Косолапых за зону комфорта к людям. По мнению экспертов, причин, почему медведи приходят прямо в населенные пункты, множество. Это и голод, и элементарное любопытство. Они напоминают, что избежать последствий свидания с хищником можно простым способом. Издание сильных шумов, треск веток, все это напугает медведя, и он обязательно покинет вас и убежит. Обычно такие случаи происходят каким образом? Когда человек встречается с медведем, он начинает очень громко кричать и бежать в разную сторону. И когда ты поворачиваешься, медведь бежит в другую сторону от тебя. Сергей Писарев рассказывает и о самом главном табу. Ни в коем случае не кормить диких животных, иначе они никогда не научатся добывать себе пищу самостоятельно. Это значит, выходить к людям не перестанут. И тогда надеяться надо будет разве что на смелость соседей. Марш! Марш сейчас отсюда! Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.